Всем привет и добро пожаловать в Dead by Daylight, где в Хроме Тайна обновились навыки недели. На этой неделе доступны следующие навыки. Два навыка, как обычно, для выживших и два навыка для манов. Для выживших у нас есть следующие навыки. Уход за больным обучающий навык Джефф Йоханссон и ударный забег обучающий навык Ли Инчин. Для манов есть Тропа Терзания обучающий навык Палач и Слежка и Наказания обучающий навык Доктор. Все навыки являются навыками не базовых персонажей, не являются базовыми навыками. Соответственно, они все по-своему интересны и приобретаются так или иначе. Либо открываются за радужные осколки персонажей, либо сами навыки открываются непосредственно в Храме Тайн. Либо определенные персонажи покупаются за радужные осколки и тогда вы сможете их прокачать и открыть их навыки. В любом случае пройдемся по навыкам. Уход за больным обучающий навык Джефф Йоханссон. Навык открывает способность к чтению ауры. Вы способны видеть ауру каждого выжившего, которого вы снимаете с крюка. Или который снимает с крюка вас, которого вы вылечиваете или который вылечивает вас. Выжившие также видят вашу ауру. Вы можете создать до одной связи, если ман повесят вас на крюк, имеющиеся с выжившим связи разрушатся. Ну, что по этому навыку? Я думаю, что это довольно-таки слабый навык и неинтересный, абсолютно неинтересный навык. Потому что, во-первых, имеются другие навыки, которые показывают ауры выживших. Ауры раненых выживших, ауры нераненых выживших. Ауры объекта одержимости и так далее и тому подобное. То есть, есть огромное количество разных навыков у разных других персонажей. И, в принципе, данный навык я не считаю каким-то интересным и полезным. Плюс есть... Ну, что у этого навыка? Он открывает... Ну, то есть, создает связь и открывает вам ауру только одного объекта, да? То есть, одного сурова, который вам помог. Либо который вас снял, либо который вас вылечил. Либо которого вы сняли, либо которого вы вылечили. Также, если вы попадаете на крюк, связь теряется. У других навыков, например, связь не теряется. Здесь, я так полагаю, нет никакого радиуса и расстояния. То есть, вы видите на всей карте ауру своего объекта, своего напарника, так сказать, да? То есть, в этом плане это, конечно, здорово. То есть, вы через всю карту видите, где он бегает и что он творит. Но, с другой стороны, это и против вас играет. То есть, если вы плохо играете, если вы плохо бегаете, если вы, например, для вас игра как-то не складывается, и вы неудачно вообще заспамнились, попали на крюк прям сразу там, или как-то вообще игра у вас не идет, и вы не очень хорошо отыгрываете, другие игроки видят вашу ауру, если у кого-то есть вообще, ну, как бы другие навыки, которые показывают ауру, то другие игроки могут вас просто сдать ману, подставить, потому что им не нравится, как вы играете. Даже если у вас просто не сложился данный матч, данная игра, то есть, вы нормально бегаете, но в данном матче по какой-то причине не сложилось. И, в принципе, другие игроки могут сдать вас как слабое звено. Такое вообще очень часто происходит в играх. И если кто-то в вашей команде, супер такой считающий себя супер вообще крутым игроком, манстером и так далее, и по его мнению вы играете очень плохо, соответственно, он вас может легко подставить и сдать. Это не очень приятно, но это происходит вообще во многих играх. Даже если вы там стелсите, то есть, если у вас есть навыки какие-то, которые помогают вам, например, вылечиться, когда вы залезаете в шкафчик, либо если у вас есть навыки, которые восстанавливают заряды в аптечке или в тулбоксе, или ключа, когда вы залезаете в шкафчик, и они обновляются, соответственно, никто этого не знает в процессе матча. И это все открывается уже после матча, когда матч заканчивается, народ видит ваши навыки, но уже поздно как бы о чем-то говорить, потому что что-то произошло в матче, и могли вас сдать ману, собственно, подставить, и после разбираться уже бесполезно, потому что вы проиграли. Ну, повезет, конечно, если вы убежите, если вы, несмотря ни на что, все равно как-то вообще отманстите и убежите, спрячетесь где-нибудь, и вас не найдут. Вот, но это происходит редко, вас в любом случае видно, когда ман кладет другого игрока, например, и не хочет его вешать, а хочет найти именно вас. Другой игрок ему помогает и сдает вас в лежачем положении, он в любом случае видит вашу ауру, и вы не можете прятаться вечно. Соответственно, другой игрок каким-то образом примерно знает ваше месторасположение, и вместе с маном они вас находят, бодиблочат, и в результате, грубо говоря, вам деваться некуда. Вы проигрываете. Так что любые навыки, показывающие ауры, они полезны вам видеть, что происходит на карте, и получать дополнительную информацию о происходящем на карте, но они могут сыграть злую шутку против вас, если вы не очень сильно играете, если вы новичок, попали в сильную команду, если вы просто не новичок, но не очень сильно играете. То есть любые навыки у ваших тиммейтов, показывающие ауру, могут сыграть злую шутку для вас. Так что, ну в любом случае, данный навык это все так себе, баловство, и он неинтересен. Перейдем к следующему навыку, ударный забег, обучающий навык Линчин. И данный навык уже на самом деле довольно-таки интересный. Когда соперник совершает ошибку, вы оборачиваете ее себе на пользу, оглашив убийцу, доской вы станете бегать на 150% быстрее своей обычной скорости в течение 4 секунд на 60 секунд вызывает эффект усталости. Этот навык нельзя использовать при усталости. То есть, грубо говоря, этот навык нельзя комбинировать с различного рода другими навыками, вызывающими усталость, типа, например, спринта или чего-нибудь в этом роде. Но, сам по себе, навык довольно-таки интересный, потому что, когда вы бегаете, есть, например, палеточки, вы мана оглушили палеткой, и у вас прирост к скорости на 4 секунды вы можете рвануть и оторваться от мана. То есть, в принципе, это примерно то же самое, что и спринт, только в данном случае вы не начинаете бежать быстро прям сразу, и ман продолжает за вами гнаться, и вы уже никуда особо не убежите. А тут получается, что как и баланс. То есть, ман за вами гонится, вы откуда-то спрыгиваете, ман делает хит, он думает, что он вас сейчас хитанет, а вас не станет, вы просто спрыгиваете и дальше бежите. Ман этого не ожидает, ну, по крайней мере, в первый раз, когда за вами гонится, он этого не ожидает. В последующие разы он уже будет, как бы, знать, что у вас есть баланс. Также и здесь ударный забег, то есть, у вас получается, ман не будет ожидать от того, что вы от него резко рванете. То есть, даже если это бубы, которые там, которого вы застанете, но обязательно, то есть, тут есть нюанс, вы должны застанеть мана. Если вы просто скинете палетку, ничего не произойдет, нужно обязательно застанеть мана. Поэтому, в принципе, если вы застанете мана, ман будет рушить палетку, либо она разрушится. То есть, если у него есть определенный навык, который разрушает палетки, то есть, он получает стан, но палетку при этом разрушать ему не придется, потому что она уже разрушена. То есть, это дает ему дополнительное преимущество. А если у вас будет ускорение при стане мана, это дает преимущество вам. То есть ман, грубо говоря, не побежит за вами практически прям сразу. Вы очень сильно сможете от него оторваться, и это очень-очень неплохо. Особенно все зависит, конечно, от мана, и если это какой-нибудь пеший ман, это прям очень-очень сильно вам поможет. Так что данный перк, на мой взгляд, довольно-таки интересный, и в какой-то степени может быть даже лучше, чем спринт. Но опять же, все подобного рода навыки, они ситуативные, да, спринт ситуативный. То есть как вы стартанули, когда вы побежали, то есть насколько вам удалось использовать, реализовать спринт. Также и здесь, насколько вам вообще удалось реализовать палетку и использовать данный навык. Либо вам не повезло, или вы, например, бегаете довольно-таки долго, там от палетки до палетки, у вас уже усталость, и данный навык не сработает. То есть все на самом деле ситуативно, но, на мой взгляд, данный навык в какой-то степени даже интереснее, чем спринт. Поэтому я бы сказал, что данный навык стоит того, чтобы его приобрести, либо приобрести линьчин, прокачать и открыть данный навык. Так, перейдем к навыкам манов, и у нас есть два интересных навыка. Тропа терзания, обучающая навык палач. Вы направляете жертв по пути боли и наказания. Сломав генератор, вы получаете эффект незаметность. Пока прогресс починки генератора не прекратит снижаться, или пока кто-то из выживших не окажется ранен или при смерти, в это время аура генератора подсвечивается для выживших желтым. Эффект может сработать только один раз в 80 секунд. Ну, 80 секунд, это опять, пока у вас навык не прокачан. Когда навык прокачан, время уменьшается, соответственно, навык будет работать, точнее, обновляться быстрее. Вы получаете незаметность, пока прогресс починки генератора не прекратит снижаться. То есть, если кто-то находится рядом, подойдет к гену и тронет его, в принципе, у вас незаметность исчезнет. Поэтому, если, грубо говоря, команда агрессивная, активная, бегающая, то, возможно, данный навык не будет особо иметь какого-то веса на карте во время игры, потому что, ну, просто, как бы, ваш эффект будет пропадать после того, как кто-то дотронется до гена. Может быть, вы за кем-то бегаете, пнули ген, а человек просто подбежал, тронул ген, и все, и незаметность опять пропала. Так что, в принципе, данный навык, опять-таки, ситуативный, и все зависит от матча, от суров, против которых вы играете, от команды. Но в целом навык интересный. Все зависит от ситуации, насколько он будет работать благодаря слаженности команды, против которой вы будете играть. Плюс, опять же-таки, в это время аура-генератор подсвечивается для выживших желтым, соответственно, выжившие знают, какой генератор нужно тронуть для того, чтобы у вас пропала незаметность. То есть, тут есть определенный тоже такой нюанс, что вы не спрячете этот момент. Вы можете там спрятаться самостоятельно, где-то, может быть, недалеко от генератора, потому что у вас есть незаметность. И когда кто-то прибежит тронуть этот ген, вы можете как раз выйти из Укрейтия и начать преследование. Но это не гарантирует того, что вы нанесете хит, например. Может быть, человек подкрадется без спринта, тронет ген, и на спринте от вас побежит. То есть, вы опять будете за ним гоняться и пытаться его поймать. Если он хорошо бегает в Мансит, особенно в какой-нибудь коробке, может быть, вам и не повезет, не улыбнется удача. Поэтому, опять-таки, навык, с одной стороны, довольно-таки интересный, с другой стороны, очень ситуативный. Что ж, слежка и наказание, обучающий навык доктор, щепетильный в своих методах и грозный в своем обличии. Во время погони ваш радиус террора увеличивается на 8 метров. В обычном состоянии ваш радиус террора уменьшается на 8 метров. А угол обзора увеличивается на 3 градуса. Эффекты увеличения угла обзора не суммируются. То есть, если у вас какие-то есть другие навыки, увеличивающие угол обзора, там, дичься тьмы или что-нибудь еще, то, в принципе, данные навыки не суммируются, действует только какой-то один из них. И, вполне возможно, действует какой-нибудь, у которого наибольший угол обзора. Ну, я так полагаю. Касательно радиуса террора, есть разного рода навыки у свинки, у кого-то еще, которые уменьшают радиус террора. Возможно, есть какие-то аддоны, уменьшающие радиус террора. Соответственно, можно брать и их, и ваш радиус террора будет вообще в обычном состоянии совсем прям минимальный. А в состоянии погони будет просто обычный радиус террора. Что довольно-таки неплохо. Плюс, если у вас будут различного рода навыки, которые дают вам незаметность типа тропы терзания или что-то еще, то это будет вообще прям просто шикарно для вас. Вы можете подкрасться очень близко к группе или к одному, или к группе суров, и дать разрядам, и найти всех их. То есть, в принципе, данный навык довольно-таки интересный и полезный, потому что радиус террора вообще, даже если в стандартном режиме, то есть он уменьшается, и суровы не замечают, как вы к ним подбегаете во время погони, ну и пусть увеличивается, увеличивается, будут все шарахаться от вас, а вы все равно уже, у вас есть какая-то цель, и вы за кем-то бегаете. Так что это не сильно принципиально. Если, конечно, вы не бегаете где-то вокруг, где народ подчиняет гены, либо лечится, тогда это, конечно, тоже неприятно, потому что они вас, ну, видят, слышат и так далее. То есть это дается дополнительной информацией для выживших, которые находятся недалеко от вас, от того места, где вы за кем-то гоняетесь. В любом случае, данный навык довольно-таки сильный, интересный, вы можете его встретить в игре у многих игроков, кто играет за манов, в том числе не только за доктора, в том числе и за других манов. Поэтому, на мой взгляд, на этой неделе есть два относительно интересных и сильных навыка. Это ударный забег и слежка и наказание. Навык уход за больными такой себе навык. Тропа терзаний очень ситуативный. То есть он довольно-таки неплох, дает незаметность, и это очень круто. Но, опять-таки, если суровы где-то находились поблизости, прятались, тронули ген, незаметность исчезает, то есть получается данный навык не такой имбовый, не такой вообще сильный. То есть он сильный, если не суровы слабые и не понимают, что происходит, не знают, как навыки работают, не обращают внимания на ауэрогенов и так далее, тогда все будет здорово. Если суровы сильные, понимающие механику игры, работы всяких навыков, перков, аддонов и так далее, тогда, в принципе, данный навык может быть, ну, 50 на 50, как повезет, да? То есть где-то, может быть, сыграть свою злую шутку с суровами, а где-то и абсолютно вообще не даст никакого преимущества вам. А на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Играйте, побеждайте, как за манов, так и за суровов. Всем пока. Увидимся в тумане.